Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире интервью президента Западной Армении Арменака Абрамяна. Армия обороны Арцаха ведет ожесточенные бои в Ишханадзоре. Валерий Буае предложит Сенату Франции признать независимость Арцаха. Анкара использует во внешней политике жесткую силу и риторику, а не дипломатию. Блумберг. Общенный совет французского города Вьен единогласно принял резолюцию о признании Арцаха. Достопримечательности Западной Армении – монастырь Тер-Акупа или Трон Немрута. Карабахский дух и вкус, как в центре Ереваня, выстроилась огромная очередь за Женгеллафадз. Сегодня состоялось обширное интервью с президентом Западной Армении Арменаком Абрамяном. В интервью говорилось о нынешнем состоянии борьбы Арцаха за выживание, действиях, организованных армянами в Европе, о проблемах армян, проживающих в Западной Армении, в связи с нынешней ситуацией в Арцахе. О последних президент упомянул, что сегодня они живут на оккупированной территории. Всем им грозит опасность. Но, как мы видим, они еще держатся. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. Подразделения армии обороны Арцаха ведут тяжелые бои на южном направлении, в районе Ишханадзора. Об этом в беседе с Армен Пресс отметил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Пагасян. Сегодня армия обороны ведет очень тяжелые бои против азербайджанских вооруженных сил в этом участке, отметил Пагасян. Пресс-секретарь президента Арцаха отметил также, что в северной части Арцаха противник не смог продвинуться вперед ни на сантиметр. Напротив, вооруженные силы Азербайджана понесли значительные потери в живой силе и военной технике. Фактически, это для нас решающий период, и я призываю наш народ вместе преодолеть это тяжелое испытание. Сегодня, в первую очередь, нам нужно участие и чувство ответственности. Каждого, заключил Пагасян. Французский депутат Валерий Буаев несет в Сенат предложение о признании Нагорного Карабаха и осуждении действий Турции и Азербайджана. «Противодействовать нападению Азербайджана на Нагорный Карабах значит противодействовать также распространению турецкого ислама в Европе», написала Буаев на своей странице в Фейсбуке. Авторитетное издание Bloomberg опубликовало статью о внешней политике Турции. Как сообщает Armin Press, автор статьи отмечает, что Анкара использует во внешней политике жесткую силу для сохранения своего влияния и жесткую риторику, а не дипломатию. Автор статьи отметил, что президент России Владимир Путин, которого президент Турции Раджепта и Прадоган называют хорошим другом, не является сторонником решения Кавказского конфликта, где Турция воодушевленно поддерживает Азербайджан против Армении. Кремль обвинил Турцию в подливании масла в огонь Нагорно-Карабахского конфликта. Отмечается, что Турция вмешивается в те места, которые Москва считает сферой своего влияния. Кавказ ближе к России, чем Сирия или Ливия, не только географически, но также исторически, культурно, стратегически и экономически. Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон, раскритиковавший Эрдогана за вмешательство Турции в гражданскую войну в Ливии, расширил спектр своей критики на действия Турции на Ближнем Востоке и на Кавказе. Общинный совет французского города Вьен 19 октября единогласно принял резолюцию о признании Республики Арцах. Как передает Арманд Пресс об этом на своей странице, в Фейсбук написал вице-мэр Вьена Ливон Сакунц. В 2014 году между Гадрутом и Вьеном были установлены общинные связи. Общинный совет, рассмотрев военную ситуацию, сложившуюся в Арцахе, выразил свою поддержку мирному населению, страдающему в результате этого конфликта, и обратился к правительству Франции с просьбой признать Республику Арцах. В ходе заседания совета также было принято решение об выделении 5000 евро для населения, заэвакуированного по причине войны, написал Сакунц. Республика Арцах В результате войны, развязанной Азербайджаном и Турцией, женщины, укрывающиеся в Ереване и Степанакерте, пекут Женгелов Хац, продают его в центре Еревана. Желающих попробовать традиционное арцахское блюдо так много, что они закрыли почти всю улицу Абовяна. Очередь продолжает расти. Люди терпеливо ждут, когда они смогут отведать знаменитую выпечку и внести свой вклад во всеармянский фонд. Вся выручка от продажи будет направлена во всеармянский фонд Айастан и в Арцах. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию карень Тартарук. Музыка Музыка Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Музыка